На проведение акции, призванной восстановить лесное богатство на территории республики, отведено две недели. В нашем регионе это экологическое мероприятие стартовало 14 октября, в День Матери, что отчасти было символично. Участвуя в массовой посадке деревьев, пенчане, можно сказать, проявляли свою родительскую любовь к матушке-земле и заботу о ней. Между тем, данная акция – это весьма необходимая реакция на определенные экологические проблемы. Мы во время этой акции занимаемся только восстановлением поврежденных лесов. Ураганные ветра там страшные силы прошли, и там очень много площадей, повреждены были, очень много поврежденных древостоев. Там у них наломало, у нас высушило. В этом году страшнейшую засуху мы испытали на себе. Это тоже принесло немалый ущерб лесному хозяйству пенчаны, говорит Александр Селивон. Была уничтожена часть посадок деревьев, которые ранее проводились осенью и весной. Мы запланировали за эти две недели восстановить леса на площади 41 гектар, подобранных 26 объектов. И во время этой акции мы планируем, именно силами волонтеров, посадить 55 тысяч посадочного материала. На данном участке лесопарковой зоны в районе проспекта Жолтовского участники акции посадили шесть сотен саженцев будущих красавиц берез. К слову, эту древесную культуру высаживали еще четыре года назад, когда реагировали на нашествие жука-караеда. Однако не всем деревьям было суждено прижиться, в том числе по вине людей. Они наносят вред молодым посадкам, еще и систематической организации свалок в молодой березовой роще. Хорошо подходит фраза «Мы ценим только тогда, когда теряем». Эту фразу можно описать в принципе экологическую обстановку в мире, поэтому мы ценим и не хотим это терять. И мы это понимаем. И для этого мы считаем, что нужно восполнять тот баланс, который нарушился. Своими руками Александра посадила не один десяток берез, и это было ей совсем не сложно. Скорее приятно. Девушка таким образом смогла внести свой маленький вклад в восполнение природных ресурсов родного края. Дерево – это та единица, благодаря которой мы имеем леса, а впоследствии и кислород. Конкретно к этому также функция того, что мы здесь можем отдыхать и проводить хорошо время. Почему это делается детскими руками? Потому что когда ребенок в таком возрасте один раз посадит, два раза посадит этот лес, поверьте на слово, у него уже это будет родное. А как вы знаете, в родном доме не гадят. Поэтому, и оно дает эффект. Вот раньше, вот здесь, где мы находимся, сколько здесь мусора было. Но вот из года вот мы привлекаем волонтеров именно школьное заведение. И есть, толк в этом есть, и есть польза очень большая. Именно эта добровольная акция под названием «Одновим лясы разом» проводится в стране во второй раз. Но учитывая ее пользу, наверняка станет постоянной. Тем более, что со временем она набирает все больший масштаб. Субтитры создавал DimaTorzok